Здравствуйте! На прошлом уроке мы наглядно начали исследовать отношения между количеством посещаемых занятий и их общей стоимостью. Вот эта прямая описывает отношения между количеством и стоимостью по пробной программе, а эта прямая соответственно по основной. По сути, это наглядное представление всего того, что мы знаем о двух программах. Согласно пробной программе, если вы не посетили ни одного занятия, то вы ничего и не заплатите. Значит, начинаем с точки 0,0. И с каждым увеличением количества занятий на единицу мы продвигаемся на единицу вправо. Стоимость увеличивается на 12 долларов. Мы поднимаемся вверх на 12 делений. Плюс еще одно занятие, и стоимость опять-таки увеличивается на 12. Плюс еще одно занятие, и плюс еще 12 долларов к месячной оплате за йогу. По основной же программе, даже если мы не посетили ни одного занятия, то все равно заплатим 20 долларов. Начинаем мы с отметки 20. Обратите внимание, у этой прямой наклон менее крутой. В данном случае, когда количество занятий увеличивается на единицу, мы к стоимости прибавляем только 8 долларов. Еще одно занятие, еще 8 долларов к оплате. Таким образом, оранжевая прямая начинается выше, но угол наклона у нее меньше. И так как углы наклона у прямых разные, то они в итоге пересекутся в определенной точке. Вот в этой точке. А в чем особенность этой точки пересечения? Давайте подумаем. Во сколько мне обойдется посещение одного занятия по пробной и по основной программам? Из графика видно, что за посещение одного занятия по пробной программе нам нужно будет заплатить 12 долларов. А за посещение одного занятия по основной программе – 28 долларов. Не обязательно даже смотреть на данные в таблицах. Достаточно только посмотреть на графики. Значит, если мы посетим только одно занятие, то по пробной программе сделать это будет дешевле. Если же мы посетим 2 занятия, то все еще дешевле будет пробная программа. Видите, прямая, описывающая пробную программу, все еще расположена ниже прямой, которая описывает основную программу. С 3 занятиями происходит то же самое. посетить 3 занятия по пробной программе будет дешевле, чем по основной. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не дойдем до точки пересечения этих прямых. В этой точке стоимость похоже, что 5 занятий, независимо от программы, будет равна 60 долларам. К этим значениям мы еще вернемся. Вы убедитесь, что это на самом деле будет 5 занятий, и их стоимость будет равна 60 долларам. А вот после этой точки все меняется. Основная программа становится дешевле пробной. Если взять, например, 6 занятий, то оплатить эти занятия по основной программе будет дешевле, чем по пробной. А вот как вычислить количество занятий и их стоимость в точке пересечения алгебраическим способом? Только что я сделала это на глаз, но, как вы понимаете, это не всегда точно, поскольку в этой точке количество занятий может быть равно, к примеру, 5,1, а стоимость составляет не 60 долларов, а 60 долларов и 25 центов. Что же делать? Можно рассуждать и так. Нам нужно найти такое значение s… Другими словами, нам нужно выяснить, какое количество занятий, независимо от программы, имеет одну и ту же стоимость. Если это будет основная программа, то общая стоимость занятий будет равна 20 плюс 8s. Если же рассматривать пробную программу, то общая стоимость будет равна 12s. И нам нужно найти такое s, при котором значение этого выражения было бы равно значению этого выражения. Нам нужно выяснить, какое количество занятий стоит одинаково как по пробной, так и по основной программе. Значит, нас интересует такое значение s, при котором 12s равно 20 плюс 8s. Вот мы и составили уравнение, которое нам нужно решить. Давайте подумаем, как это сделать. Каким будет наш первый шаг? На самом деле способов решения такого уравнения очень много. Давайте попробуем перенести все s в одну часть уравнения. В данном случае перенесем их все в правую часть. Для этого отнимем 8s от левой части. Но я не могу отнять 8s только от левой части, тогда это уже не будет равенства. Эти две части равны между собой. И если я просто возьму и вычту 8s из левой части, тогда левая часть уже не будет равна и правой. Чтобы они оставались равными, я должна проделать то же самое и с правой частью, то есть отнять 8s и от правой части уравнения. И когда мы отнимем 8s от обеих частей, то в левой части вот эта сократится, останется только 20. Записываем 20 в левой части. А в правой части получится 12s минус 8s. Это будет равно 4s. И вот мы почти уже решили это уравнение. Нам нужно, чтобы в правой части осталось только s. Как нам избавиться от этой четверки? Разделить обе части уравнения на 4. Если мы это сделаем, что в результате получится? В правой части 4s разделить на 4 равно s, и s равно 20 разделить на 4, а это равно 5. И теперь мы точно знаем, а не на глаз, что количество занятий в точке пересечения равно 5. Значит, стоимость 5 занятий, независимо от программы, будет одной и той же. Но а чему равна стоимость этих 5 занятий? Для вычисления этой стоимости мы можем выбрать любую программу, так как в любом случае она будет одной и той же. Если мы возьмем пробную программу и вычислим стоимость 5 занятий, то она будет равна 12 умножить на 5, то есть 60. Давайте это запишем. Стоимость равна 12 умножить на 5, а это равно 60 долларам. А чему будет равна стоимость 5 занятий согласно основной программе? Она тоже будет равна 60 долларам, поскольку 5 – это количество занятий, которое стоит одинаково как по основной, так и по пробной программе. Но для проверки давайте попробуем подставить 5 вместо s и в это уравнение. Посмотрим, что получится. Получится 20 плюс 8 умножить на 5, а это то же самое, что и 20 плюс 40, или 60 долларов. Таким образом, стоимость 5 занятий, независимо от вида программы, будет равна 60 долларам. И если продолжить прибавлять 1 занятие, 2 занятия и так далее, то меньше платить вы будете по основной программе. Посмотрите на график. После точки пересечения стоимость занятий по пробной программе будет с каждым разом все больше и больше. Теперь вернемся к вопросу, который я задала в самом начале самого первого видео. По какой программе лучше посещать занятия в клубе супер-йога? Ответ получился очень интересный. Если моя подруга собирается посещать в месяц в среднем меньше 5 занятий, то ей лучше выбрать пробную программу. Если же она собирается посещать в месяц больше 5 занятий, тогда ей лучше выбрать основную программу. А если она намерена посещать ровно 5 занятий в месяц, тогда вообще не важно, какой будет программа. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok